Машины стоят, которые вот здесь вот, вот эта машина, она ведь неделю не стоит, она вот один день, она уже вся вот, видите, все вот такие машины, здесь такая вот пыль. Вот так пускают пыль в глаза застройщики. Некоторые жители улиц Семенова и 65 лет Победы не выходят во двор без маски. Рядом строится более 10 домов от трех известных компаний, и каждая пользуется этой улицей. Через нее подвозят строительные материалы. Я вот у окна просто стояла, каждые три минуты идет КАМАЗ. Причем несется довольно быстро, и пыль поднимается столбом, она даже не успевает оседать. Мама боится гулять с детьми, ведь все, что оседает на машинах, то и в легких. На кадрах видно, что здесь к тому же вывлены плиты, разрыты траншеи, а ведь людям обещали европейский уровень благоустройства дворовой территории. Вдоль всего района, по периметру всего района машины курсируют бесконечно. Не исключая район, где школа, детский сад, все в пыли, все слоем пыли покрывается. Если в межсезонье это был слой грязи, проехать было сложно, машины были все время в грязи, грязные, забрызганные, то сейчас слой пыли поднимается. Сами жители не против стройки, они хотят, чтобы она не мешала жить остальным. В администрации района нам сказали, что переговоры с застройщиками были. Они не отказываются проводить механическую уборку, мыть колеса машин. Мы, как администрация района, периодически выходим и контролируем. Если поступают какие-то сигналы, то, соответственно, выписываем предписание, то есть принимаем необходимые меры, чтобы не допустить вынос той грязи на проезжую часть. Прям к краюшку подходи и ныряй туда. В администрации района добавили, что очистить улицу Семенова от пыли должны были еще накануне. Жители нас не услышали и автомобили свои не убрали. И выполнить качественную работу у нас не получилось по улице Сергея Семенова. Но хозяева автомобиля не понимают, как можно качественно выполнить работу, если накануне выпал снег, на дорогах грязь и лужи. Сейчас жители, которым надоело задыхаться от пыли, просят, чтобы улицу Семенова вообще закрыли для проезда строительные техники. Но, возможно, все их проблемы будут решены только в конце 2020 года, когда новые дома здесь начнут сдавать в эксплуатацию. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин